Добрый вечер, Алексей. Я Евгений, а это Матильда. Мы Матильду пристроим в хорошие руки с вашей помощью, потому что она сразу станет звездой с великим гимнастом, с главным редактором, и поэтому, я думаю, что мы найдем ей хозяина или хозяйку. Скажите, у вас же 28 мая будет день рождения, то есть вся страна будет день пограничника, а семья будет праздновать день пограничника. Вы уже знаете, где и как и с кем будете 28-го выпивать? Я думаю, что с семьей, безусловно, потому что это самые близкие мои люди, и все праздники, как Новый год и дни рождения, стараемся быть все вместе с семьей, семейный праздник. Я думаю, что мы, может быть, полетим в Тольятти к маме, и я думаю, что, наверное, там. Я не поздравляю, потому что не принято, если есть пример, не принято накануне. Поздравляю. А всей семьей вы имеете в виду супругу и сыновей? Сыновей, да, да. Сыновей. Тещу. А, тещу, ну, теща святая, да, ну, как же я могу про тещу забыть? Хорошо, что вы вспомнили, да, это взять завидный. Значит, я так понимаю, что старший у вас это сын супруги вашей, потом у вас родился Алексей, да? Я правильно все? Да, точно, да. А вот выбор имени Алексея, он Алексей Алексеевич, это вот кто так придумал? Мама решила? Ну, вы знаете, когда я выезжал на Олимпийские игры в 2000 году в Сидней, у нас было две кандидатуры, это либо Иван, либо Алексей. Ну, и я уехал в тот момент практически, когда Галине нужно было рожать. Определяться. Да, и потом я говорю, малыш, это все вот на твое усмотрение, вот как ты увидишь, как почувствуешь, потому что я буду на соревнованиях, поэтому мне будет сложно определить, как назвать ребенка. Определяли вы в смысле, вот надо было визуально посмотреть и понять, Иван или Алексей? Да, да, да. То есть, поэтому Галина вот сделала такой выбор и говорит, да не, не, Алексей и все. Понятно. А младший? Младший, с младшим была история другая, потому что я был уже на месте и, соответственно, принимал роды, участвовал, непосредственно принимал участие, перерезал, что называется, ленточку. И назвали его Дмитрием. Понятно, Дмитрием Алексеевичем. Дмитрий Алексеевич. Дмитрий Алексеевич будет спортсменом, как родители? Я думаю, что самое главное, чтобы человек был хороший. А то, что касается спорта, и спорта, если мы говорим о высших достижениях, то это будет, наверняка, очень и очень сложно, потому что я знаю, что это очень тяжело. Но на первых порах я в любом случае его отдам в спортивную гимнастику. Да, вот я, естественно, сразу хочу вот к такому серьезному вопросу перейти. У вас же есть проект, вы помогаете молодым талантам спортивным. Вот ваша коллега Светлана Хоркина, она как-то Путину, президенту нашему, говорила, что фактически спортсмены большие, ну, такие вот, как вы, как она, они подрывают здоровье очень серьезно. И им приходится, ну, там, тратить массу времени и денег фактически, ну, на восстановление. Вот это, насколько это действительно проблема, и как в этом контексте вот работать вам с молодыми талантами? Вы будете предупреждать, что возможна такая опция, что человек, ну, пострадает на этой дороге? Евгений, я могу сказать одно, что травм именно в бытовых случаях бывает не меньше, чем в большом спорте. Так. То есть дети и молодые люди катаются сейчас на скейтбортах, на велосипедах, на роликах и получают травмы, ну, похоже, очень схоже. Поэтому говорить о том, что, да, безусловно, большой спорт, ни для кого не секрет, что это, ну, определенные бывают травмы, это неизбежно иногда. Но в целом, я считаю, что с другой стороны посмотреть, что спорт вырабатывает характер. То есть если ты ставишь перед собой цель и задачу, ты стремишься выполнить ее, и это в жизни потом помогает. То есть это воспитывает характер, ты воспитываешься с людьми, которые похожи на тебя. Где-то может быть лучше, где-то может быть не совсем лучше, где-то ты убегаешь вперед, тебя догоняют, где-то наоборот. То есть это очень такая интересная жизнь, которая вырабатывает именно составляющие успеха, может быть, жизненного. Понятно. Знаете, вот у Матильды, допустим, как у всех польщиков, у них 9 жизней, говорят, да. У нас-то с вами одна, поэтому как-то вот фактически вы ведь этим молодым людям будете определять дорогу в жизни. То есть вот они либо как-то определятся для себя, что да, они идут в большой спорт, либо передумывают, допустим. Это все-таки такая ответственность. Это не совсем такая же ответственность, как у тренера. Потому что тренер уже работает человеком, который решил для себя уже, его задача сделать из него профессионала. А вы фактически будете, ну, агитировать, правильно? Ну, рекрутироваться. Ну, привлекать внимание, извините, спортом. Ну, безусловно. Ну, потому что дети, с которыми мы обычно встречаемся, они нас видят где-то на экранах. И, соответственно, у них появляется вопрос, а как все это произошло? Почему вот вы стали олимпийским чемпионом или чемпионом мира? То есть у них сразу интерес подогревается. И когда ты рассказываешь свою историю, как ты пришел в большой спорт, как все это у тебя получалось с трудом, но у тебя получалось, ты выигрывал, заработал золотые медали, кубки, денежные премии и так далее, то у детей, ну, как бы, ты видишь, что у них глаза загораются. Ну, да. То есть все равно появляется еще больше интерес, мотивация для того, чтобы заниматься спортом. Не на всех работает это, но, тем не менее, в большинстве случаев получается. Вот про экран вы когда сказали, я, конечно, вспомнил Афины. То есть вот мне кажется, что у вас вот самое экранное такое вот и самое запоминающееся, это вот 10-минутные вот эти овации. Овации вас там засудили, и фактически зрители устроили феноменальные совершенно овации. Я вот хочу сказать, что огромное спасибо всем тем людям, которые болели, которые вот восприняли эту ситуацию действительно как нечестность. Такого уже не было, что там больше 10 минут вот эти эмоции были зрительские совершенно. Поэтому я очень благодарю всех людей, вот всех, кто болел за нас. Люди благодарят вас, да. В качестве главного выйти стали недавно главным редактором журнала «Большой спорта». Журнал такого, насколько я понимаю, это категория B2B, то есть бизнес-то-бизнес. То есть вы больше будете там апеллировать не к простым читателям, ну таким, к массовому читателю, а к людям, которые уже спортом занимаются, интересуются и что-то про спорт знают. Я правильно понимаю направленность журнала «Большой спорта»? Здесь, наверное, Евгений, я бы отметил, что, наверное, все-таки, наверное, да, больше на эту аудиторию будет направлен журнал. Но все равно мы хотим сделать так, чтобы этот журнал читали все. Тираж огромный, 140 тысяч экземпляров, это значит, его будут читать, ну, полмиллиона, потому что ясно, что каждый экземпляр там несколько человек хотя бы прочитает. То есть это очень большой тираж. Поэтому мы планируем, что с приходом... Ну, главный редактор, главный редактор... Ну, главный редактор, главный редактор, это станет вашим первым выпуском в этом качестве. И первое интервью мы уже сделали с Алиной Кабаевой, которая, безусловно, человек очень известный в нашей стране. Да не только? Человек, который занимается благотворительностью, благотворительным проектом. Мы известны только этим. Да, безусловно, это человек, который очень много сделал в спорте. То есть интервью о благотворительности вы с ней беседовали? Нет, на все темы, которые интересуются и про спорт, и про семью, безусловно. Про семью-то она не любит ни с кем говорить в контексте. Ну, в нашем журнале вы прочтете, может быть, что-то интересное. Да, я думаю, что вам она как коллеги, спортсмену, она могла открыться, потому что, в принципе, она известна своим очень агрессивным отношением с журналистом, поскольку она настроена на определенные вопросы, на которые она не хочет отвечать. Ну, мы знаем, что... Да, но мы же друзья и коллеги. Да, в этом смысле проще. Поэтому... Я думаю, что очень-очень многие прочитают это интервью, потому что я думаю, что это будет первое такое интервью Алины Кабаевой, человеческое, как... А вам как главного редактора, или вам кто-то там из профессиональных журналистов подсказал, что это не плохо? Нет, вы знаете... Как родилась вот эта идея? Просто я обозначил круг людей и друзей, с которыми я контактирую, общаюсь, если можно так сказать, часто. Поэтому вот идея наша совместная пришла сделать первое... Совместной с кем, Алексей? С журналистами и с людьми, которые являются руководителями журнала. Но вы ведь там вряд ли сами вот расшифровывали интервью. Безусловно. Как вы проходили в парламент? То есть вы приехали с журналистом? Нет, я приехал с теми вопросами, которые мне приготовили журналисты. Некоторые вопросы я их... Сами отредактировали, понятно. Да, то есть отредактировал и, безусловно, задавал именно те вопросы, которые интересовали вот... Ну, я знаю, что многих людей в нашей стране их интересует. Но, безусловно, все было вокруг спорта. Ее карьеры, что она делает после этого. То есть, ну, вся интересная жизнь составляющая от начала и вот до сегодняшнего времени. Что дает большой спорт в итоге, в жизни каждого из нас. Поэтому я думаю, что это что-то интересное, потому что я сам внутри этого всего нахожусь. И со стороны журналистов, для меня это практика, конечно, я, безусловно, не профессионал. Но мне было бы интересно... Ну, вы профессионал, вы с другой стороны баррикады. Вы же много интервью за свою жизнь дали. Вы примерно представляете себе все минусы и плюсы. То есть вы же понимаете, какие вопросы раздражают вообще спортсмены в том числе. Мы корректно подходим ко всем. Скажите, а что будет на обложке вашего первого выпуска? Первого выпуска под руководством? На обложке? Ну, первого числа купите. Потому что сейчас идут съемки, поэтому... Понятно. Вы что выберем? Не определились. Хорошо. У школы у нас здесь вот красавица Матильда присутствует. Я хочу спросить, у вас были животные в семье? Да, у меня вот недавно умер кот, к сожалению. Британец. То есть, ну, вот, к сожалению, срок подошел, где-то 11 лет. 11 лет, это да, это для них лучше, да. Поэтому, к сожалению, очень... Срок. Чем-то напоминает и цвет похож. Да, ну, вот, ну, возьмите Матильду тогда. Да, правильно. Возьмите, если мы с удовольствием отдадим. А откуда у вас этот был кот? Как его звали, во-первых? И это был подарок? Звали Слай в честь Сталлона. Не знаю, почему, но решили как-то Слай назвать. Тоже такой здоровый, крепкий. Но, вы знаете, у меня просто все детство прошло с животными. Я к бабушке ездил в деревню. И почему-то на котах у меня больше внимания повышенное. Я больше кошек люблю и котов. Они как-то более... Независимые. Нет, людей я обожаю. А у вас ведь как-то так сложилось, что вы без отца, да, в России? Ну, так получилось, что родители развелись в свое время. И вы при этом единственным ребенком были? Да. То есть у вас ни братьев, ни сестер не было? Да, я один, к сожалению, либо, к счастью, не на него. У вас-то сейчас уже трое. Теперь, да, мы ведь пополняем демографические моменты. Скажите, вот в журнале какие будут изменения? Он выходит с 2005 года. То есть это 8 лет. Это для ежемесячного журнала, в общем, такой неплохой срок, стаж. Вы сейчас будете что-то делать, какие-то изменения? Или это просто будет новый главный редактор, который будет за счет своего авторитета, за счет своих связей, потягивает туда таких персонажей, до которых не дотянутся обычные журналисты. Да, наверняка будет включен этот момент, потому что, дабы прибавить интерес к журналу и к тем проблемам, или к тем позитивным моментам, которые происходят сейчас в нашей стране, именно что касается спорта, я не думаю, что там будет политика, но не исключено, потому что очень многие политики играют очень важную роль в мире спорта. Поэтому я думаю, что, может быть, и будут люди из политики. Ну и спортсмены играют роль в политике. Да, то есть у нас... Не только у нас, вот смотрите, там у наших соседей, там Кличко, он же у нас там чуть-чуть мэром даже не стал. Нет, ну сейчас на президента. Да, 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 поэтому нет, это тоже, в общем, как бы серьезная достаточно тема, поэтому вам от нее не уйти. А вы, в принципе, политикой интересуетесь? Ну, безусловно, для меня, как для человека, которому не безразлична судьба нашей страны, безусловно, все, что касается политики, мне это интересно. Но одно дело интересоваться, а другое дело заниматься этим делом, потому что я думаю, что у меня нет призвания быть политикой. Ну, пока я не чувствую себя в этом. Ну, я лучше, вот, мне кажется, спорт, это мое, это спорт, то, что мне в жизни повезло, именно спортивные составляющие, что я там что-то, хоть что-то я могу знать. А почему гимнастика, в принципе, возникла в... именно такой вид спорта, а никакой не другой? Спортивная гимнастика в то время, когда я жил в Тольятти, была очень популярна, а так как я был... Это какие годы? Это 82-й, 80-й. Время застой, как только при этом сейчас говорить. Да, ближе. Поэтому мама меня решила отдать в спортивную гимнастику, за что я ей очень благодарен, хотя параллельно играла в футбол и в хоккей, посезонно. И когда я пришел к маме, сказала, что я хочу еще и в футбол играть, она говорит, нет, будешь заниматься одним делом. То есть она мне вот как-то своим волевым решением... Может, если бы вы в футбол пошли, у нас бы лучше была бы ситуация? Ну, никто не знает, но в любом случае, я думаю, что я был где-то в мире спорта, потому что мне нравилось и плавать, и прыгать в вышек, там... А учились как вы? Учился я до 4-го класса, я был хорошистом. Так. А потом стал ездить на сборы, и, безусловно... Стали отличником, да? Стал вообще такой... Потому что у нас действительно была очень сложная, напряженная программа, я имею в виду тренировочная, по 3 тренировки в день. И, безусловно, мы уделяли 2 раза в неделю школьному обучению именно по той программе, ну, общесоюзной тогда. К нам приезжали учителя на спортбазы и, естественно, сдавали задания, мы делали вот уроки. Ну, вот так вот произошло. А вы строги, папа, вот в том смысле, вы следите за успехами сыновей учебными? Или вам важнее, чтобы они как-то вот, ну, просто, как вы говорите, хорошими людьми были? Ну, я слежу, да, я, наверное, может быть, для них я очень строг, наверное. Ну, я считаю, что мужчина должен знать какие-то вещи, которые делать нельзя. И я... Нету, не было у меня, к сожалению, опыта, вот, знаете, вот, отец и сын, да? Но у меня был опыт тренера. Да, это же, кстати, вполне... Это очень похоже, да, но все равно, как бы, немножко все... Сейчас я по-другому себя чувствую, но я благодарен, что у меня мужички, ну, такие непростые все. Да, да, да. Но, тем не менее, будем своим примером как-то... Потому что вот говорят, что строгие начальники, они мягкие отцы, и наоборот. Я просто так, я прикидываю вот на... про журналистский коллектив, каким вы будете, наверное, начальником в большом спорте. Строгим или, в общем, таким приходящим папой? Я думаю, что я буду делать те вещи, выполнять те задачи, которые вот будут поставлены. И... потому что, ну, вот в силу своей спортивной карьеры, то есть, как бы, знаешь, когда направление, мне легче этим заниматься. Ну, и параллельно, конечно же, буду участвовать... ну, это семья уже получается такая своеобразная. А друзья у вас? У вас друзья-спортсмены или у вас вы дружите с кем-то из, ну, из там, из школьной пары? Нет, есть и нормальные люди. Ну, у вас есть друзья, которые остались еще вот с тех времен... Со школы у меня практически... Вы же переехали? Двое или трое ребят осталось, и остальные где-то потерялись. Вот. Ну, это, наверное, вы их потеряли-то, они-то вас, наверное, видят. Может быть, но я кого не спрошу, вот, все в основном уже в талете, я в талете оканчивал школу. А когда вы последний раз были на родине, на малой родине? Ну, я туда регулярно езжу, ну, где-то недели две, наверное, три назад. Ну, вы туда по делам службы... А, вот так. У меня мама, к сожалению, она... Она не хочет перебираться? Нет, у нее инсульт был, и она не ходит. Ой, ну да. И я... Просто есть там возможность помогать ей, и приезжаю туда. А вот эта история помощи молодым талантам, я ведь понимаю, это не только московская история, она где-то еще будет. Всероссийская история помощь молодым талантам, то есть это сеть, то есть где ребята между собой общаются, рассказывают о своих проблемах, и задача вот большого спорта у нас... Большого спорта, журналы, большого спорта, как говорится. Да, да. Задача заключается в том, чтобы помочь найти спонсоров для того, чтобы помогать ребятам. Например, выезд на сборы, на соревнования, то есть когда местные власти не имеют возможности оплатить переезд, перелеты, или там экипировать спортсмена, то мы стараемся сделать максимум все, чтобы найти ресурсы для того, чтобы помочь ребятам в этом направлении. Мы уж коль скоро начали с грядущего дня рождения вашего, я где-то читал, что один из дней рождения, с 28 мая, вы с супругой Галиной, правильно я помню, провели на съемках рекламного ролика стиральные машины, по-моему. Да, да, да. Было такое дело. То есть мы два дня, с утра пораньше и до вечера. Снимались, да? Да. И как вам вообще сниматься в рекламных роликах? Понравилось? Ну, вы знаете, ну, наверное, я сейчас вот скажу, что это, наверное, часть моей работы. Ну, естественно, конечно, да. Ну, это приятно, потому что, когда не ты, а еще семейный какой-то ролик идет, то, безусловно, здесь как-то... А, то есть вы так... Это уже вот я здесь, здесь я уже вижу коллегу-журналиста. Это мы не стиральную машину рекламировали, это мы семейные ценности. Нет, ну, зачет. Ну, нет, правильно. Нет, действительно, он получился очень таким, ну, действительно, семейным. Спасибо. Ну, что, спасибо, спасибо. Я же его снимал. Все равно, спасибо за то, что отметили, отметили. А были какие-нибудь, допустим, нарекания со стороны, там, коллег, поклонников, что вот, ну, как великий спортсмен, гимнаст, а снимается, там, бытовую технику рекламировали? Или такого не было вообще? Да, вы знаете, ну, нормальные люди всегда, ну, адекватно реагируют на такие вещи. Ну, не всегда. Ну, я... Поверьте, не всегда. Не знаю, во всяком случае, ко мне никаких претензий вроде не было, и, по-моему, ну, я всегда стараюсь, как бы, работать качественно, ну, чтобы... и предлагают такие сценарии, чтобы было все достойно. Нет, это спортивная закалка, это понятно, что у спортсмена, в принципе, это вот есть вот эта дисциплина, и, как бы, вот представление о том, что... Потому что если будет некачественно, то будет никак. Да, потому что тогда вообще ничего не делать. Спорт это, да. А вы представлены где-нибудь в социальных сетях? У вас есть где-нибудь? Нет, я стараюсь от этого... Понятно, то есть это параллельная жизнь. Хорошо, а ребята, сыновья-то, они как-то... Ну, да, там-то это, конечно. Да, то есть, но вы не отслеживаете, у вас полное доверие, что они что хотят, там и делают. То есть вы доверяете в этом смысле, да? Да, ну, если что-то будет такое, то я, безусловно, это узнаю. То есть у меня супруга еще знает, как этим пользоваться. Я в телевизоре, знаете, вкыл и выкл, вот это, ногой. Ну что ж, огромное вам спасибо. Скажите еще раз, что вам очень понравилась Матильда. Это повысит ее капитализацию. Матильда вообще молодец, мне кажется. Она так спокойно себя ведет. Да, она так только линяет, очень нервничает, потому что первый раз она с великим спортсменом. Я тоже нервничаю, немножко не линяю уже. Вот, ну что же, мы будем читать журналы, да, и я считаю, что это очень правильное решение, потому что мне кажется, что вот эти профильные такие издания должны возглавлять профессионалы, тем более такие, как Великие Алексение. Вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok